МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис, изначально, насколько я знаю, ЖКХ не планировало принимать участие в этом эфире. Я уж грешным делом подумал, что, наверное, мусорные завалы там разгребают. Но нет. Почему передумали? Так, завалов нет и не передумали. Помимо Министерства ЖКХ занимается не только мусорной реформой, вопросов очень много. В работе. Вас не игнорировали. Ну, очень рады, что пришли. Дай бог, чтобы все чиновники настолько оперативно реагировали и все-таки не боялись приходить к нам на эфир. Господа, ну, вопросов в сфере ЖКХ действительно очень большое количество всегда было, есть и, вероятно, будет. Но мы еще, наверное, подкинем вместе с Анатолием и Вячеславом. Вот телезрители, кстати, тоже присоединяйтесь. Вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы. Может, есть какие-то предложения по усовершенствованию системы ЖКХ. Сейчас я попрошу режиссера вывести в угол экрана номер телефона, по которому вы можете звонить, задавать вопросы и оставлять свои комментарии. Вот по факту действительно что-то непонятное творится в сфере ЖКХ. Периодические мусорные коллапсы, да, как мы понимаем. Это в августе было, да, и после этого еще разок случилось. Потом нововведения были, пересмотр тарифов планировался, да, не знаю, как сейчас будет происходить. Анатолий, это естественные процессы или, вот переделывая известное выражение, все-таки застав коммунальщиков мусор вывозить, так они тарифы поднимут? Не, ну мы должны понимать, что мусор, это всегда была проблема. И сказать, что когда-то было все идеально, хорошо. И, в принципе, это было ожидаемо, я думаю, и чиновники, и общественности прекрасно понимали. Новое все, да, с каким-то скрипом, но все равно оно должно быть. Почему это происходит? Потому что вот эти все перемены, они, конечно, назрели. Потому что вот эти свалки, которые совсем не похожи на полигоны, те же контейнер-площадки, они не имеют тот необходимый вид, который, ну, должен быть. Потому что, ну, я не скажу, что контейнер-площадка должна быть украшением города, но, по крайней мере, это должно быть такое безопасное, не воняющее, не спиртящее и более-менее симпатично как-то выглядеть. И то, что реформа пошла, это уже внеселяет какие-то надежды, что изменения все-таки будут, потому что мы знаем, что в Симферополе идет реконструкция контейнерных площадок, я надеюсь, остальные муниципальные образования также. Реконструкция вы имеете в виду то, что огородили металлическими... Ну да, может, оно имеет не до конца еще тот вид, который бы хотелось бы, но, наверное, вместе с общественностью, как бы администрация обсудила. Понимаясь, там вот эта контейнерная площадка, там просто дверцы постоянно открыты, болтаются в разные стороны, машины периодически их задевают, да? Вот по факту нововведения оно должно было каким-то образом улучшить облик этих контейнерных площадок и спрятать мусорные баки с их содержимым, как правило, переполненным, да? Ну, можно зайти в интернет и посмотреть, вариантов много, выбрать какие-то приемлемые для города, чтобы это было как бы... ну, понимали, что вот это вот контейнерная площадка, и она не вызывает какую-то такую антипатию или какой-то... Здесь, а кто должен выбирать, кто определяет? Ну, маленькую ремарку начала разговора. Министерство журналистов и коммунального хозяйства не занимается исключительно вывозом твердых коммунальных отходов. Мы разрабатываем политику в области обращения с твердыми коммунальными отходами. То есть, все-таки до момента запуска мусорной реформы, которая у нас 1 января благополучно началась, мы этим занимались в органе местного самоуправления, и предприятия, которые на данных территориях работали. То есть, на сегодняшний день все поменялось. Есть 2 региональных оператора, они отвечают за вывоз. Что касается контейнерных площадок, это ответственность муниципального образования. То есть, муниципальное образование в рамках своих программ модернизирует, добавляет, рассчитывает и устанавливает те контейнерные площадки, которые мы с вами видим. То есть, мы рекомендации в этом вопросе можем давать, но, опять же, принимает решение муниципального образования. Это нужно четко для себя понимать. Это скорее от ответвления темы насчет мусорных контейнерных площадок. Александр, я контейнер говорю, это именно та точка, которую видит каждый житель Крыма. Он не знает, где находится мусоросортировочный, или сам полигон, он этого не видит. Он видит контейнерные площадки, то, с чем он сталкивается каждый день. Поэтому это та первая точка, которая должна быть, иметь вид нормальной, безопасной, по всем санкинам должна обрабатываться, дезинфицироваться. И покрытие должно быть такое, чтобы можно было к ней подойти, а не идти по грязи, к примеру. Да, Вячеслав. Александр, ну, коль мы говорим о мусорной реформе, правильно? То есть, по большому счету, в ней участвуют и органы местного самоуправления, и региональный оператор, который выиграл конкурсы, и министерство ЖКХ, с которым заключено соглашение. То есть, администрации городов должны были тоже, со своей стороны, как-то подготовиться, согласовать с региональным оператором новый вид контейнерных площадок, с учетом того, что, возможно, будет и раздельный сбор, который, ну, предполагается по ходу течения этой реформы запустить. То есть, вопрос к муниципалитетам в этой части тоже есть. Они тоже должны были включаться в работу. Вы знаете, в моем понимании, вот, допустим, как простому жителю, который не будет разбираться в аспектах этой реформы, кто за что отвечает и какое направление курирует, да. Мне главное, чтобы мусор вывозили, контейнерные площадки были хотя бы в сносном состоянии, да, и чтобы тарифы, ну, мало-мальски были сносные. Я думаю, это подтвердит и дозвонившийся в нашу студию. Добрый вечер, у вас есть вопрос? Добрый вечер, вы можете говорить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. У нас в деревне вывозился мусор местным ЖКХ. Какой-то проводил тендер, пришла компания, выводится от компании. Но, когда вывозил наш ЖКХ, была цена мусора на полу человека 40 рублей. А еще пришла другая компания, стала цена 100 рублей. Почему такая разница? А в каком это районе, в каком это районе, в каком населенном пункте? Геройское. Еще раз повторите, пожалуйста. Геройское. Геройское, в Геройском. Да, спасибо вам за звонок, Денис. Я, пожалуйста, прокомментирую. Ну, во-первых, от перевозчика, от смены перевозчика у нас на сегодняшний день не меняется цена. То есть цена, она признат тарифом. Нет, ну так должно быть. Совершенно верно. Да, а человек говорит об обратном. И по поручению Сергея Валерьевича Аксенова, главы республики Крым, все тарифы будут сохранены на уровне 2018 года. То есть роста тарифов не будет. И на сегодняшний день то, что нам звонивший сообщил, что платеж 100 рублей. В 2019 году региональный оператор, который на южном берегу Крыма работает, не который на оставшейся части, платежные документы еще не доставляли. То есть люди платили еще предыдущему перевозчику. Поэтому те платежки, которые придут в феврале месяце, людям гражданам будут приятно. Ну, как это было? Тем, кому платили до этого, они могли брать условно сколько хочешь, вместо 40-100, да? Нет, был также утвержден тариф. Был утвержден потерь. Просто до этого тариф утверждался в муниципальном образовании. Я понимаю, но вот смотрите, человек позвонил, он смотрит программу, он хочет получить ответ. Почему? Не поменялся. Это, скорее всего, не та платеж, которую мы принесли, а тот слух, который прошел, что будет рост тарифов до 100 рублей. Ну, это не слух. Это утвержденные 25 декабря Госкомитетом по ценам и тарифам тарифы. Просто они еще не вступили в действие, по этим тарифам не стали собирать деньги с населения. Но люди, видимо, в средствах массовой информации услышали о мусорной реформе, обратились к новому рекоператору, либо перевозчикам сказал, что вот по Саксовому району теперь там 95 рублей с копейками. Это же буквально. Вчера-позавчера было совещание с ОВМИНом, где Сергей Валерьевич Аксенов сказал, что будет тариф на уровне 2018 года. Это и понятно. Мы с вами проснулись 1 января, вышли на улицу, и для нас ничего не поменялось. То есть ни муниципалитеты, ни рекоператор, ни перевозчики какого-то прорыва, условно говоря, за который можно было на огромные деньги увеличить тариф, не выполнили. Поэтому люди переживают и задают вопросы. И я считаю, что совершенно справедливым, коль мы ничего не улучшили, ни в Симферополе нет ни сортировки, ни раздельного сбора, за что повышать тарифы. Абсолютно с вами согласен. Но если говорить о новой реформе, теперь вывоз твердых коммунальных отходов, это будет не жилищная, а коммунальная услуга. Правильно? И, соответственно, платежки будут приходить аналогично. Сейчас деньги взимаются, исходя из площади жилья. В МКД. Да. До 1 января было по площади. Да. Теперь это будет происходить по количеству проживающих человек. Правильно? А вот, Вячеслав, с точки зрения потребителя, как выгоднее? Ну, смотрите, когда мы жили в многоквартирном доме, 40 квадратных метров квартира. Умножаем на квадратный метр. Это было дешевле. Единственное, что если человек живет и прописан один, тогда, может быть, ему и сейчас будет тоже это недорого. А, например, семья из трех, из четырех, из пяти детей... То есть дороже, да? Ну, посчитать, если будет тариф, который планировался и который сейчас будет пересматриваться, тариф крутится около 100 рублей. Ну, 100 рублей умножаете на 5 человек. Мы сейчас вернемся к этой теме. А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы можете говорить. У меня вот вопрос к замминистру ЖКХ. Значит, было решено экономически обосновленные тарифы на вывоз мусора. А теперь говорят, что вот мне надо будет оставить то время 18-го года. То есть, о чем я вам говорю? А что вы считаете? Вот, допустим, в Ялте есть экономически обоснованный тариф. Там мусор с жертвовочной линией поставили. 400 новых компонентов раздельного сбора. То есть, этот тариф дал возможности в Ялте вот такие модности ввести. А вот этот ход назад, как-то вот воздвойственная ситуация. Вы долго работали, выбрали экономически обоснованный тариф. А сейчас все это назад. То есть, вы что, хотите оставить Крым в этом состоянии? То есть, разбиток, в котором сейчас ЖКХ находится. И второе. Давайте не будем лицемерить. Вот недавно передали про повышение стоимости гигакалорий. Крым, теплокамон, энергия. Почему тогда не говорите о том, что надо оставить на уровне 18-го года гигакалории? Или вы только хотите мусорную тему переведенную? Давайте определимся с вашим местом. Спасибо. Спасибо большое. Очень грамотный вопрос. Я думаю, видно, что человек действительно в этом разбирается. Но давайте по пункту начнем с тарифом. Что люди действительно, может быть, где-то и готовы платить чуть больше. Но с учетом того, что и качество предоставляемых будет услуг выше. И сама система ЖКХ будет соответствовать. Ну, тут вопрос разложить. Да, у нас основной посыл был в том, что в Ялте тариф повысенный экономически обоснованный. У нас появляется раздельный сбор мусора, какие-то сортировки и прочее. То, что на оставшись, ну, сохраняем на уровне 18-го года платеж, не говорит о том, что реформа будет останавливаться. То есть, также планируется и раздельный сбор, и установка сортировочных комплексов. То есть, оно… А средства? Будем дополнительно… То есть, это будут субсидии какие-то или из бюджета? Не готов пока сказать, каким образом это будет. Может, привлечение внешнего инвестора и так далее. То есть, ну, вариант, на самом деле, механизм-то не присутствует. Да, и вторая часть вопроса. Что касается теплокомонерго… Я понимаю, но просто здесь действительно вопрос такой двоякий касательно того, что вот в некоторых отраслях тарифы повысили, да, а вот сродни мусорной отрасли, назовем ее так, да, тарифы оставили прежними. Почему такой избирательный подход? Во-первых, что касается мусорной самой тематики, да, это ново. Вот эта реформа, вокруг нее очень много разговоров, то, что ничего не поменялось, стало больше. Вот, собственно, с чего мы начали, да, разговор. Тарифы подняли. Ничего не меняется, все остается. Пока запускается реформа, платеж будет такой. Я не могу сказать, будет он расти дальше или нет. На сегодняшний день мы его оставляем на том уровне. Что касается ресурсно-набжающих организаций, тариф подрос. Во-первых, вырос МДС, об этом тоже забывать не нужно. Опять же, модернизация сетей требуется. То есть, тариф незначительный, но поднялся. То есть, ну, нельзя все это перемешивать. То есть, что-то новое. Да, спасибо. Анатолий, я знаю, что вы весьма щепетильно подходите к своей работе, да, и вот, наверное, руководствуетесь принципом «отверкая-предлагая», да, у вас действительно большое количество идей касаемо системы ЖКХ. И вот вы говорили как-то о морфологии содержимого мусорных баков, да, вот, ваша фраза, что в принципе это значит? Морфология – это когда разложить все составляющие… То есть, это то, что мы выбрасываем в мусорный бак? Да, да, на пэт-бутылки, на картон, на какие-то упаковки, на металлические банки, стекло. Вот это все когда раскладывается, и мы тогда понимаем, что в этом объеме, в общем, тот, что по нормам накопления на каждого жителя есть, в нем присутствуют полезные компоненты, которые являются вторсырьем, которые могут торрично использоваться. Ну, это как товар, потому что, допустим, когда мы купили пачку сахара, сахар съели, то упаковку, может, за нее тоже заплатили, это товар. И вот жители как бы бесплатно эту упаковку могут не выбрасывать в общий мусор, где с пищевыми отходами это все портится, и потом уже только захоранивать надо. Нет, это должно быть разложено, должен быть раздельный сбор мусора, обязательно присутствовать, и этот товар уже, по крайней мере, жители не должны за этот объем уже платить, потому что тот же рехоператор обязательно должен, как можно скорее, организовать раздельный сбор мусора, чтобы на контейнер-площадке присутствовали для пищевых отходов, или хотя бы один контейнер для сухих каких-то вот таких вот компонентов. Вот мы плавно подошли к теме сбора мусора. Мы были вчера в Ялте, в Ялте поставили сортировочную линию, которые уже вот эти сухие компоненты, которые отдельно собираются, вот в ближайшее время они уже будут их сортировать, и там это уже будет уменьшать тот объем, который необходимо вывести на полигоны. Мы понимаем, во-первых, полигоны меньше будут у нас заполняться, а самое главное, это уже тоже затраты, которые затраты можно будет потом, я надеюсь, вычленить из тарифа, уменьшить тариф на те вот полезные компоненты, на тот объем. Ну, соответственно, нужны будут и перерабатывающие заводы. Я думаю, эту тему мы... Просто надо быть экономистом и считать деньги. Тема раздельного сбора мусора мы обсудим вот буквально сейчас с минуты на минуту. У нас есть просто еще один звоночек, давайте узнаем, что думает по этому поводу телезритель. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Меня зовут Анна Ивановна, у меня, ну, я в Симферополе живу, прописано в квартире много человек, ну, около десяти родственники, так как они в садоводческих товарищах живут, и возможности прописаться до сих пор у них нет. Они оплачивают и в садоводческих участках, и я должна теперь платить за них, так получается? Или как? Садоводческие участки, как люди там должны платить? Спасибо за вопрос, ну, с вашего разрешения, я переадресую на один из вас. Ну, на самом деле ситуация не единичная, подобная сплошь и рядом, поэтому ничего сложного на самом деле нет. Если действительно 10 человек зарегистрировано, фактически проживает один человек, то можно спокойно обратиться в управляющую компанию и подтвердить реальное количество проживающих. Таким образом, снизить платеж за вывоз твердых коммунальных отходов. Опять же, если гражданин проживает в садово-дачном товариществе, он этот мусор там тоже производит. Соответственно, у садово-дачного товарищества тоже будет заключен договор с региональным оператором и, собственно, будет также оплачиваться. Да, мне кажется, оплата по квадратам здесь немного честнее. Ну, не всегда так. То есть, вот есть одна сторона медали, когда прописано 10 и живет один, а бывает, когда наоборот. Живет и прописан один, а платит за пятикомнатную квартиру, ну, условно говоря. Поэтому здесь на уровне федерации было решено, что вот человек принят за единицу образование отходов, и вот он должен платить. Момент сложности заключается в том, что вот с этой квартиры 9 человек уйдет, рекоператор будет получать меньше денег. Если рекоператор не научится грамотно составлять договоры и не найдет общий язык с частным сектором, с садовыми товариществами, с управляющими компаниями, с СЖСК, которые тоже хотят, например, на своем огороженном доме научиться раздельно собирать мусор. И с этими группами лиц, если наш рекоператор не научится договорную работу вести, то вот тогда начнется проблема. Тогда у нас за вот этими справками будут километровые очередя, люди будут доказывать, что у них живут в квартире не 10 человек, а один. А в садовых товариществах люди опять будут куда-то прятаться и говорить, что мы там не живем, у нас мы даже там не прописаны, мы так наездом. То есть схема для махинаций. Абсолютно верно. Рислав, благодарю. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы можете спрашивать. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мы жители сельской местности, да, вот у меня нет мусора абсолютно. Я вот сколько мусора это собирать, я еще ни разу не выкинул мешок. Как бы вот такая ситуация. Как мне быть с этой оплатой, допустим, мусора? И еще мне такой интересный вопрос. Все все время говорят, что переложить на нас обоих банянскую плату за вывоз мусора. А почему предприятие, которое производит этот мусор, почему в магазине на них и переложить тоже сумму денег, которые они этот мусор продают? Они фактически производят этот мусор. Да, спасибо. Действительно, мы приходим в магазин и платим за упаковку в том числе, да? Вполне логично. Денис, вот сельская местность, это, наверное, отдельный разговор, да, потому что действительно, вот как человек говорит, да, что он большую часть мусора утилизирует сам, либо использует как удобрение, да, и там у него остается, может, там небольшой процент. Да и в принципе вызывает сомнения, насколько я знаю, во многих там деревнях, поселках регулярность и качество работы таких компаний. Нет, ну подворовой сбор в любом случае предусмотрен в деятельность регионального оператора и тех перевозчиков, которые работают с ним. Говорить о том, что полностью утилизируются все отходы, ну, честно говоря, некое сомнение, да, возникает? И мы потом видим, за каждым селом образовывающийся сарай, который все равно все что-то выводится. Ради бога, сарай это рано или поздно куда-то перемещается. А, кстати, вот идея касательно того, чтобы обязать производителя оплатить за упаковку, за которую он получает деньги с кармана потребителя, наверное, все-таки... Ты будешь две бутылки закинул, получил свое евро и как бы это... Пошел, да, и не согласен. Пожалуйста, на самом деле в законе, в 89-м ФЗ, закон о подходах, там есть отдельная глава, производители, они и сейчас платят утилизационный сбор. Есть отдельный сбор для производителей покрышек, это там очень высокие опасные отходы считаются, а для других тоже есть. Здесь вообще отдельная тема для разговора, то есть в соцсетях задается вопрос, получается, производитель платит утилизационный... Да, и потребитель платит, рекоператор. Вот здесь просто нужно внести разъяснение, то есть и на федеральном уровне, и на нашем крымском. То есть вот как это правильно, потому что для всех это реформа второй... Ну, там утилизация, наверное, стоит учитывать еще какие-то экологические аспекты, да, этой утилизации, учитывая, что если это покрышки, то, наверное, они наносят вред. Но все-таки вернемся к теме сортировки мусора, Анатолий, да, мы все-таки к вашей ремарочке вначале. Вы подвели к этой теме, вам, собственно, и отдуваться тогда. Если говорить о сборе мусора, вы говорите, здорово, хорошо, и я не против, но у нас разве существуют заводы, предприятия, которые способны перерабатывать такие отходы? Сколько я знаю, примерная цена, вот, допустим, пэт-бутылок спрессованная, там 20 тысяч, по-моему, рублей стоит тонна. Знаете, это хорошая цена. Также самая бумага, да, картон, тоже перерабатывается, это все делается в Крыму, и как бы нет вопросов. Ну, там со стеклом, но я думаю, в ближайшее время какие-то и появятся и такие заводы. Но это все надо развивать, все равно этим надо заниматься. Ну, металл есть куда сдавать, то есть почти все можно сдать. Ну, металл уже почти все и сдали. Господа, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос. Значит, я звоню вас, вам из сельской местности, Джанкойский район, колхоз Зариклинина. У нас такая проблема. Ежедневно, то есть при заключении договоров два года назад было собрано собрание в деревне, но люди очень многие как бы отказывались, потому что у нас у многих здесь грунтовая дорога. Сейчас, когда идет дождь или снег, то есть на машина не заезжает. При обращении в организацию, они нас отцывают, то есть как бы, в голове сельского совета. Мы не знаем, что с этим делать. Мутор не выводится иногда. Вот такой вопрос. Спасибо большое, спасибо большое. Ну, суть, в принципе, понятна, да. А вот понятно, что, наверное, право не имеет оператор из-за грунтовой дороги отказывать в услугу. Да, могут какие-то там условия непреодолимой силы возникать, но тем не менее. Ну, сродни наводнение, да? Да, обеспечить подъезд к контейнерной площадке, это все-таки обязан муниципального образования. Ну, подъезд есть, пожалуйста, но если это грунтовая дорога, она тоже дорога. И в правилах дорожного движения записано, что это дорога. Совершенно верно. С меньшим приоритетом. Отдельные места сбора данного, данных отходов и к ним обеспечиваются. Нет, ну, вот смотрите, вот исходя из этой жалобы, до этого собирали в нормальные погодные условия? Аналогичная ситуация. Многие, говорят, отказывались вывозить. Договоры-то заключили, деньги-то с людей берут. Значит, выполнять. Да, значит, обязаны выполнять. В таком случае не заключайте договоры, отказывайтесь, что проблема. Сейчас в связи с тем, вот в начале разговора мы сказали, что услуга по вузу мусора перешла из жилищной в коммунальную, изменились правила перерасчета. То, о чем сейчас говорит женщина, это как раз проблема, допустим, услуга не оказана, не полностью или не оказана вообще. То есть сейчас нужно среди населения, в том числе и в той части, провести разъяснение, как правильно делать перерасчет, если эта услуга не оказана. Когда у нас мусорный коллапс, по той или иной причине, это не проблема людей, это проблема перевозчика и рекоператора. Господа, по сути, даже половины вопросов не задал из того, что планировал спросить у вас, но, тем не менее, времени резиновое подошло к концу, да, и поэтому я благодарю вас за беседу. Действительно, уверен, что система ЖКХ, она все-таки будет реформироваться, ее будут модернизировать, да, несмотря на все те сложности, которые на сегодня у нас существуют. Но будем надеяться и на вас, Денис, и на Бога, наверное, если это касается системы ЖКХ. Благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Увидимся завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры делал DimaTorzok